Глава города Сергей Сергеев, открывая это торжественное мероприятие, перечислил несколько важных юбилейных дат 2016 года. Вместе мы отметили несколько значимых юбилей. Это и пятилетие со дня присвоения городу-курорту Анапа почетного звания «Город воинской славы». Мы стали участниками митинга, посвященного второй годовщине возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Своё 25-летие в этом году отметило районное казачье общество, общество Центра армянской народной культуры. Четверть века исполнилось фестивалю киношок, а станица Анапская отпраздновала 180-летие. Но глава города подчеркнул в своём выступлении, что не только праздниками славен уходящий год. Несомненными достижениями Сергей Сергеев считает обеспечением бесперебойной работы всех коммунальных систем, благоустройство города и сельских территорий, ремонт дорог в сёлах. Среди важных событий года глава города выделил строительство нового скейт-парка, терминалы аэропорта Анапа, офиса врача общей практики в хуторе «Рассвет», открытие дневного стационара в Джигинке и многие другие, что сделало жизнь анапчан лучше. Торжественную церемонию награждение открыло вручение почётного диплому конкурса и статуэтки Ники в номинации «Проект года» депутату Государственной Думы Ивану Демченко за вклад в реконструкцию бассейна «Виктория». В ответном слове Иван Иванович поблагодарил анапчан за то, что отдали свои голоса на выборах за его кандидатуру и поделился своими ближайшими планами. У нас в планах обязательны. У нас четыре участковые больницы ещё. Мы в каждом должны, в каждой участковой больнице у нас должен быть аппарат УЗИ. У нас сегодня детские площадки. На весну уже будем поставку у нас на наш город-курорт порядка 26 тысяч. То есть и впереди много-много работы. В номинации событий года отмечен проект закладки 100 гектаров садово-пыханапо и награду получил директор Владимир Белецкий. Лидером экономики назван санаторно-курортный комплекс «Делуч» с поручением награды генеральному директору здравницы, герою труда Кубани Вере Стефановне Севряковой. В номинации дебют года встречали танцевальный коллектив «Эри Данс» и хореографа коллектива Екатерина Васильева. За волю к жизни отмечена Марина Буковец, инвалид-колясочница, активистка движения по созданию в городе безбарьерной среды. Предпринимателем года назван директор общества с ограниченной ответственностью к обстрой Виктор Леонтьев. В рамках инвестиционного проекта он строит жилой комплекс и детский сад, вложив в это строительство 600 миллионов рублей. За организацию тушения пожара мусоросортировочной станции в номинации «Честь мундира» отмечена работа помощника начальника караула пожарно-спасательной части Ивана Пелюгина. Многодетная семья с Костенковых из станицы Гостогаевская награждена за достойное воспитание детей. Супруги получили награду в номинации «Родительское отличие». Редактор Анапской молодежной открытой Лиги КВН, ведущий специалист молодежного центра 21 век Иван Василькован отмечена в номинации «Новое поколение». Светлана Касимова создала в Анапе детский сад совершенно нового типа, оснастив пчелку первоклассным развивающим оборудованием. Она получила награду в номинации «Сердце людям отдавая». В номинации «Спортивное достижение года» награду получила победительница спартакиада инвалидов Кубани Анастасия Шевченко. Председателя Совета старейшин греков Кубани Валерия Асланова наградили почетным дипломом в номинации «Настоящий хозяин». Агроном тепличного хозяйства «Зеленстрой» Татьяна Троленко получила награду в номинации «За верность профессии». В номинации «Медиа-менеджер года» награду и звание «Человек года» получил генеральный директор издательского дома «Все для вас Анапа» Евгений Филимонов. Довиль отель и его управляющий Игорь Агурцов получили награду в номинации «За вклад в создание привлекательного имиджа курорта». По традиции в этот день на сцене в торжественной обстановке подводятся итоги конкурса на звание «Лучший сельский округ». Первое место присуждено Анапскому сельскому округу, второе – у Виноградного сельского округа, третье – у Первомайского. Медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапы награждены заместитель главы Анапы Сергей Козлов и заместитель председателя Совета Краснодарского регионального отделения Организации ветеранов боевое братство Вячеслав Бабунц. Стала доброй традицией вручать в этот день благодарности главы города настоящим профессионалам своего дела, проявившим огромную любовь к городу, его людям и профессии. Глава города Сергей Сергеев вручил ее лучшему председателю Совета Микрайона Северной Сергею Дорухову. Также благодарность была вручена и диктору нашей телерадиокомпании Ирине Меркурьевой за высокопрофессиональное дикторское мастерство и формирование позитивного образа нашего города у зрителей программы «Новости». Ежегодно самые яркие имена в культуре также отмечаются дипломом лауреата премии главы муниципального образования «Город-курорт Анапа». Закончилось это торжественное мероприятие замечательным мюзиклом «Золушка», поставленным режиссером Евгением Шанько. Задействованы в нем были только наши самодеятельные артисты. Сказка по-настоящему впечатлила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова